Здравствуйте, дорогие наши друзья! Снова у вас в гостях наша программа «Анекдоты от А до Я» от Валерия Астахова и Владимира Емненко. Подписывайтесь, подписывайте своих друзей, родственников, знакомых, и тогда все будем смеяться и радоваться жизни. О, Бора, поздравляю! С чем? Ну как, я слышал, вы развелись? Да, ну как-то неудачно. В смысле? Опять вместе живем? Вот часто говорят, засунь свое мнение в жопу. Я вам хочу сказать, люди, там уже места нет, все занято и шилом, и дипломом, и светлым будущим. О, Вовчик, привет! А, привет. Это что такое растерянное? Да, это, иду в салон пластической хирургии. Чего? Ну, жена пошла пластику лица сделать. А как ты ее узнаешь? Так вот и я думаю, возьму, какая покрасившая. Привет, дружище, как провел выходные? Ну, шо тебе сказать. Суббота была, конечно, клевая, все было классно, весело. Вот пока я не понял, что это уже воскресенье. После измены Гали, Коля не находил себе места. И только двухнедельный запой спас его от сердечного приступа. Объявление. Срочно продам сломанный вибратор в трясущиеся руки. Спросить Виолетту. И было у крановщика две дочки. Эльвира и Эльмайна. Светлана в полной мере ощущала, что есть в ней что-то царское. Петр у нее был первый, Николай второй, а Александр третий. Ну, как тебе сказать? Я тебе скажу, не, ну, есть у женщины интуиция, есть. Даже у моей жены есть. Нет, называется она просто по-другому. Накаркала. Иван дурак и царевна. Первая у них брачная ночь. Иван дурак не знает, что делать. Он идет к маме и спрашивает, мама, что мне делать первую брачную ночь? Сыночек, успокойся, говорит мама. У тебя на теле есть выпуклость. А у нее есть дырочка. Ты засунь эту выпуклость в дырочку, а дальше мать природа подскажет, что делать. На следующее утро царевна приходит к маме Ивана дурака и говорит, скажите, а ваш Ваня ну совсем придурок? А что он сделал? Да он засунул мне в жопу свой нос и стал орать. Мать природа, помоги, задыхаюсь. Алло, мама, мама, она кусается. А я тебе говорила, сынок, не женись. Представляешь, Вовчик, я вчера на Днепре видел двух баб, совершенно голых, купались, представляешь? Да ты что, такой холод. Наверное, моржи. Не, ну одна точно морж, а вторая ничего так симпатичная. Сенсация. В джунглях нашли мальчика, воспитанного слонами. Видели бы вы, что он вытворяет с бревнами? Поручик Ржевский на балу выходит на центр зал и хлопает в ладоши, чтобы привлечь внимание и говорит, господа, я удаляюсь поссать. Все дамы в шоке, гусары смущены. Наташа Ростова подходит и говорит, поручик, ну так нельзя. В смысле? Ну надо как-то покультурнее. Например, ну например, скажите, я пошел смотреть на звезды. Ага, понял. Господа, прошу прощения, иду посмотреть на звезды. Уходит, через некоторое время возвращается, а там на столе уже огромный торт. И он лезет рукой, чтобы взять кусочек. Опять Наташа говорит, поручик, что вы делаете? Не волнуйтесь, господа, телескоп я держал в другой руке. Мужик поселился в новую квартиру, ну решил это дело замочить. Зашел к соседу, говорит, слышь, сосед, ну давай отметим наше новоселье. Говорит, давай. Пришли к этому мужику домой, сели, взяли водочки, выпили. Ну мало оказалось. Говорит, ну что, надо добавить? Надо. А денег нету. Он говорит, секундочку, идем. Заходит в другую комнату, он достает какой-то станочек, вкладывает туда кусочек бумажки, прокатывает в этом станке, и оттуда вылазит новая купюра. Он говорит, о, видишь, можно теперь и продлить наше гуляние. Пошли они, еще купили водки, набухались. А на следующий день к этому мужику приходит чекист и говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, поступил сигнал, что вы тут денежки печатаете. Он говорит, вот оно что. Понимаете, не печатаю я никаких денежек. Он говорит, ну покажите, покажите мне этот станочек ваш. Он говорит, да пожалуйста, проходите. Вот смотрите, это не станок, обыкновенная прокрутка. Я сюда вкладываю бумагу, отсюда вылазит заготовленная уже заранее купюра, понимаете. А ну покажите. Тут показывает, вот купюру вставляю сюда, отсюда вылазит. Смотрит, говорит, да. А зачем вы этим занимаетесь? Он говорит, ну чтобы знать с кем пить. Он и она в постели после секса. Она говорит, дорогой, после того, что у нас произошло, мне кажется, нам нужно как-то скрепить свои отношения. Согласен. Держи краба. Цара подбегает к Фиме и говорит, Фима, дорогой, праздники на носу, а давай пригласим гостей. Фима говорит, не понял. Зачем? Ну как зачем? Пригласим, наготовим много еды, будем гулять, веселиться. Говорит, секундочку, Цара, что-то я тебя не пойму. Тебя радует, ты веселись от того, что чужие люди приходят до нас и едят нашу еду. Это шо-то? Не, ну елки-палки. Ну что за жизнь, а? Вот все находят сенс, счастье, удачу, любовь. А я, бляха-муха, не могу два одинаковых носка найти. Капец. Ну а на сегодня все. Еще раз напоминаю вам о подписке. Нажимайте на колокольчик. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok